Суррогатному материнству как относится? Да какая разница? Ну если вы, допустим, никак не можете зачать, и этот метод вам, по-моему, хотя, в моем подпоказе, редко это получается. Как это влияет на душу ребенка? Душа по сути получает вот такую возможность родиться. Ну, слава Богу. Какая-то возможность должна быть, потому что цель, все-таки ребенок должен родиться на свет каким-то образом. Конечно, есть влияние. Допустим, те среди сечения не дает ребенку пройти через родовые теки, и он в жизни слишком дешево воспринялся, он в расслабленность, делать ничего не хочется. Но можно с помощью тренировки, опять-таки, привести в нормальное состояние. Жизнь все равно научит. Эка дает, наверное, может быть, такое чувство, что они слишком близости к родителям, нет близости. Потому что половые отношения с любовью, они дают близость ребенку, делают близкие. А ребенок отшибленный может родиться. Ну, ничего страшного, он потом постепенно уже с помощью отношений. Какую карму зарабатывают те, которые принимают в этом участие? Кто ли это делает? Кто-то это делает? Или лучше усыновить ребенка? Если у вас не получается сочать ребенка, надо усыновить. Одного усыновили, следующего родить, потому что материнские энергии начинают кипиться в теле. И потом она, женщина, становится матерью, ей легко потом рожать. Лучше всего, когда одного родила, пока оно началось, можно еще парочку. Побыстрее, одного за другим. Потому что организм у женщины, когда он с ребенком имеет дело, он готов к следующему, к следующему ребенку. Он такой уже становится. Очень воспринчивый, зачатие женщины. Можно даже взглядом зачатие. Поскольку, как раз зачатие произошло, когда женщина такая, она очень по-женски настроена, то зачатие очень быстро происходит. Неожиданно, значит, что нет. Поэтому нормально. Как по-борогу привычку крыльсновки. Попробуйте что-то другое дрызть. С собой что-то носите, чтобы подрызть. Ну, может, возьмите карандаш какой-то, точите от зуба. Потому что он сильно напряжен. Напряжение снимается с помощью тактойоги. Не надо ничего побаровать. Надо просто вылечить человека. Он болен, напряжен, поэтому не привезет что-то. Это не является, как и приводят у тебя, плохая черта характера, как же, грызть ногу. Ну, это ничего так. Это просто подъезд. Мой муж часто пьет. Вчера встретила его возле дома с другой девушкой. Вместе. Или пива. Я ей объяснила, что так нельзя поступать. Что это жена. Она лезет в нашу семью. И нам было не говорить, что лезет в нашу семью. Надо было ей по-доброму сказать, что видишь, я тоже жена жена. У тебя тоже хороший муж будет. Не надо. Уже жена. Тем более, ты даже не знаешь, что это за круг. С ним как-то пытаешься с другими отношениями. По-доброму. Доброе отношение искать. Как женщина, допустим, не одна обратилась. Я не знаю, как избавиться от этого человека. Он женат. Я к нему привыкла. И не знаю, как сделать так, чтобы он ко мне не приставал. Я и сказал, у меня и сразу все получилось. Говорю, очень просто. Надо прийти к нему домой в тот момент, когда жена дома. Легко сказать, какая женщина, уважаемая, я очень сильно виноват в этой такой, что я связалась со своим мужем. И, пожалуйста, отлежи меня. Не отвязывается. Ну, она, конечно, будет орать, и маму она там не покроет, еще что-нибудь сделает. Ну, она отлежет. Но после этого он уже никогда не придет ни разу. Любовь у него закончится сразу. Потому что это же не было никакой любви. Ей было просто желание наслаждаться. А любовь уже она вскрывается в отношениях. Честные, честные. Если ты хочешь помочь в своей судьбе, не надо со злобой это делать. Но иногда помогает твердость духа. Допустим, одна женщина, она встречалась с мужчиной, и она была замужем. И когда муж узнал об этом, он не стал ей ничего говорить. Он просто встретил вдвоем, когда он этому мужчине говорит, «Пойдем поговорим по-мужски». Он так сказал, но по-доброму. И вот сказал, что мы пойдем, говорим. И этот мужчина, он так, как это его жена же, он ему сделал точечный массаж. По-мужски, значит, точечный массаж лица. Сделал ему точный массаж. Кстати, жена не раздражала. Маме. Она сначала, конечно, расстроилась, а потом поняла, что, ну, что делать, ну, полечил немножко моего любимого. Ну, кстати, он потом перестал быть любимым. Интересно, как женщины реагируют на это. Они, их это отрезает, точечный массаж лица любимого отрезает. Потому что, ну, если бы было по-другому, то любимый бы сделал точный массаж мужу. Почему так вот, муж именно сделал точный массаж любимому? Что это такое за мужик, если ему сделать точный массаж? Женщина уже как-то так несерьезно относится к мужчине, который буквально, «Меня обидели, побили». Ну, как-то несерьезно знает человека. Понимаете, о чем я говорю? Все сразу на местах. То любимый, то нелюбимый. Но можно с добрым сердцем надо иметь. С добрым сердцем может быть. Пусть потом в суд подает. Его уже подает. Так можно иногда тоже нормально. Я молюсь каждое утро, уже полгода, стараюсь ему служить мужу, исполняю свои обязанности. Муж вчера ушел. И теперь на вашей лекции, что делать? Дальше молиться. Берите, как? Если вы начинаете правильно жить, то Бог дальше помогает вам устроить вашу судьбу. И два варианта у близких людей. Или вы молитесь, заботитесь о них, и они меняют свою жизнь или уходят. Но в вашем случае, ваша жизнь все равно будет хорошей. Но это не значит, что надо так политься, чтобы он ушел куда быстрее. Нет, не так все. Не так. Мы просто выполняем свой долг. А близкий человек уже сам выбирает, что мы делаем дальше, как мужик. Здесь принцип такой, что если человек идет правильным путем, никто не имеет права его сделать несчастным. Пусть им, женщина молится, живет правильно, создает правильную духовную атмосферу в доме. Муж будет меняться или нет? Есть два мнения. Первое мнение не будет меняться. Второе мнение не будет меняться. Если не меняется муж, что это значит? Да? Нет, не ошибаюсь. Это значит, что карма, вот эта женщина очень тяжелая, она всю жизнь пила в прошлой жизни. Сейчас она сильно наказана, потому что судьба всегда, она очень закономерна. Она нам дает наказание в соответствии с нашей судьбой. Никогда и у случайных людей не бывает рядом с нами. Все очень закономерно в нашей жизни. И поэтому надо ждать. Когда женщина отрабатывает свою карму, ее сердце становится очень легким по отношению к этому самому поступку выпивания мужа. И она живет рядом с пенчужкой, но при этом она не чувствует и счастья есть спокойный смысл. Почему нищущие, многие люди смотрят по словам, он не чувствует, он не чувствует. Микрофон нервничает просто. Нечто про индустрирует. Больная тема для вас. Микрофон очень нервничает. Я тоже немножко, наверное, перекрылась. Какой вы? Вот, вот. Нет, нет, нет. Нет, нет, сначала вы сказали правильно, а потом нет. Давайте сейчас разберем. Смотрите. Сейчас я не объясню. Смотрите. Человеку не обязан страдать. Не обязан страдать, если он правильно все делает. Если он неправильно делает, он обязан страдать. Допустим, вы живете в молитве, живете в духовной чистоте, да? Мужчина, прощая своего мужа, да? Он нагреет, не ведется от вас. Выход такой — жить отлидом, но не разводиться. Потому что это же ваша судьба. Бог вам дал этот человек. Если вы разводитесь, бросая его, то дальше происходит следующий механизм. Вы получите столько страданий, сколько вы ему создали в результате того, что вы бросили. Да. Почему так происходит, я сейчас объясню. Потому что этот мир создан не для того, чтобы мы болтили. Он создан так, чтобы мы давали экзамены здесь. У нас есть там внутри такая структура психическая. Называется «длинная память». Бога права называется на санскрит. Длинная память. И в этой памяти все наши события, поступки, запечатляются в прошлой жизни, что мы совершили. Допустим, вы в прошлой жизни были таким твердым человеком. Очень твердым. Поэтому сейчас часто близких отношений к вам попадаются. Такие люди, которые очень жестко с вами сходят. Это результаты. Такие структура. И правильное поведение принять. Но это невозможно принять своими силами. Для этого нужна чистота в отношениях с кем-то. Если, допустим, есть кто тебя сильно любит, он может дать возможность выдержать. И часто человеческих сил не хватает того, чтобы нужны силы святости. И в древней культуре это было очень сильно принято. Люди всегда верили в возвышенных детей, в святость, понимаете. И поэтому людям легче было справляться с трудностями. Они в чистоте человеческой обращались за помощью. Потому что тонкое тело, психическое тело, оно легко контактирует с тем, с кого ты просто о ком думаешь. Пусть он сейчас вспомнит того. Близкого. Как зовут? Которого вы вспомнили еще. Не, вы одного вспомнили. Очень четко вспомните одного человека. У него кашель бывает, или желудок болит. Что-то из этих болит. А что, по мне? Желудок болит. Ну, вы английский человек, по-моему. А кто? Не, вы английский человек. Родственник. Хорошо, как зовут? Одного из них. Женя, вот сейчас четче вижу, да? Женя. У него кишечник, вот, как работает, запоры, там, да? Ну, хорошо. Он немножко полноматый был? Нет? Кудой? Нашим, кудой, а у вас, кудой. А, я перепутал. Да, это нет. Это Женя и старший. Ну, думайте о нем. Женя? Да. Он нервничает часто. Он напряженную. Как я это узнал? По маме, по маме. Нет. Я почувствовал, как я человек. Почувствую, как я человек. Гамм, почувствовал, что. Я даже сейчас вижу, что он сейчас, прям нервничает. Прямо сейчас. Нет. Им что-то не понравилось сейчас. Рейхер спросить. Хорошо. Я бы этот пример привел для того, чтобы вы поняли, что, как о том мы думаем, мы связываемся с этой личностью. И когда человек поклоняется святому человеку, то со временем он для него как родной становится. Есть отношения с нами. Так как это святой человек, возвышенный, у него очень большая связь с Богом. Могущественная сила. И эта сила, она преодолевает ситуацию. Решает проблемы судьбы. Можно решать проблемы судьбы. Что я не святой. Как помешал вам, извините. Это никто зря. Просто моими лихами объясняется. Потому что, видите, связь плохим человеком дает головную боль. А с хорошим, наоборот, просветляется. У меня голова не заболела. Что с вами общался? Главное, идея в чем заключается? В том, что это единственный нормальный и правильный способ решать проблемы жизни. То есть муж кьет. Нужны силы видеть судьбу. Я муж кьет, потому что я вела в прошлой жизни. Просто. Это просто понятное. Если ты изучаешь эти законы. И бросать ножа нельзя, потому что судьба наказывает меня, потому что так надо. Не значит, что я должна страдать. Я создаю правильную жизнь. Начинаю думать о святости. Чисто прощаю человека. Чисто правильно отношусь к нему. Допустим, он наклеит еще больше и больше. У меня нет силы. Надо жить отдельно. И опять думать хорошо. Молиться и так далее. И вы скажете, что так можете жить пройти. Нет, вы ошибаетесь. Судьба — это не такая штука, которая все время на одном месте стоит. Она стоит на одном месте у тех, кто с ней ничего не делает. Но если человек работает над своей судьбой, трудится, складывает силы, то она меняется в лучшую сторону. Сейчас мы проведем с вами статистику. Статистика — это всеми признанная вещь. И традиционная медицина и нетрадиционная статистика — это то, что указывает на правду. Итак, давайте сейчас просто честно в зале настроимся. Поднимите руку, кто из вас уже в течение двух лет, как раз тот срок, который необходим для того, чтобы побеждать судьбу, связанную с пьянством близкого человека. Кто из вас в течение двух лет не разводится с мужем и молится, пытается как бы победить судьбу. То есть пытается победить эту судьбу пьянства мужа. Просто вот работает над этим и остается вместе с человеком. Поднимите руку. Смотрите в зал. Выше поднимайте руку. Да, идет именно муж или 200 человек, неважно, поднимайте руку. Да, 200 человек. Вы ист, молитесь. 5, сколько? Раз, сколько рук. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Рук. Шесть. Теперь поднимите руку. Те, у кого за два года человек лучше не стало, не изменилось ничего. Он как пил, так пил. Раз, два, три. Нет, шесть. Думаю, пятьдесят процентов. Ваш выбор? Вот три человека осталось. Два года прошло. Ужас стал человек. У кого хуже стал человек? Димитрию. Ужас стал человек. Вот вы можете жить отдельно. Ну, то есть, видите, вот и все. Все очень просто понять. Что это непреодолимая карма. Настолько тяжелая судьба, что вы не можете сдать экзамен своей судьбы. Вы просто живя с этим человеком. Живый экзамен, остаются они сданы, но вы сохраните себя как личность. Допустим, если война идет, вот такая судьба тяжелая, то человек должен отстраниться, как-то жить отдельно, но сохранить себя. Понимаете? Ну, видите, три, пятьдесят процентов людей улучшение пошло. То есть, не у всех так все так плохо. Это проверяется временем. Но если человеку сильный опыт, хороший опыт духовной практики, если создается атмосфера чистая в доме. Я вам сейчас просто нарисую эту картину. Представьте себе, женщина живет в доме, у нее алтарь стоит. У нее, она сильно поклоняется, у нее как бы цветы на стенах, которые борются с пьянством. Она изучила это все. И она поклоняется этим цветам. Она освещает пищу, кормит, освященной пищей мужа. Она простила ему полностью. Не злиться на то, что он пьет. Понимаете, что это болезнь? Пьянство — это болезнь, это не привычка к болезнему. Это привычка тоже, да, это социальная болезнь. Но это болезни. Я, допустим, исследовал этих людей. Есть психические каналы, которые дают определенное поражение в организме. Например, есть один психический канал, который вызывает шизофрению. И этот же психический канал вызывает пьянство. И наркомания один и тот же. И у прочищающих этот канал человеку легче избавиться уже от этой болезни. Ко мне обратилась одна женщина, где-то лет пять назад. У нее муж погиб от пьянства, и отец погиб от пьянства. И сын начал пить. Да, и сын начал пить. И он знает, сын понял, что он погиб от пьянства, потому что он в запое не сразу пошел. У него жена ушла, а там такая ситуация. И я его протестировал, увидел, что у меня поражен этот канал. И он поставил коробку, просто коробку, и канал прочистился, или камни я тогда еще поставил. Ну, так или иначе, канал прочистился, и женщина уже за две недели ему стала намного лучше. Он начал носить вот это, то, что не дал. И ему легче стало, и он уже чисто механически, да, то есть без всякого разговора просто поставил ему, и человеку стало легче. То есть он получил лекарство, ему стало легче. То есть, с одной стороны, пьянство — это болезнь, но с другой стороны, эта болезнь не связана с духами. Есть такой веселящий дух, он влияет на человека и привязывает его к себе. То есть пьянный человек — это человек, подходящий с под влиянием духа. И в этой связи следует знать, что духи, они боятся святости. Если, допустим, есть алтарь дома, человек болится просто дома, да, то вот человек, когда он пьянно не приходит домой, то у него два варианта — или разгромить алтарь, или алтарь разгромит духа. То есть, понимаете, начинается война. Дух объявляется война с помощью молитвы. И человек, который выпивает в доме, находится, где ему молитвы происходит, у него очень сильно совестно ему там находиться. Он боится заходить в эту комнату, где алтарь, или агрессивно себя там любит. Но так или иначе, если женщина продолжает отстаивать свои права на чистую жизнь, то дух сдается, потому что муж живет, любит жену. Понимаете, да, идея? Если человек вот так, женщина, так сильно себя ведет, то начинается вот это сражение, в котором обычно Бог побеждает, а тут проигрывает. Но если женщина своими силами пытается с пьянским бороться, это невозможно. У нее нет силы у человека с этим другом справиться. Понимаете, да? Поэтому нужно правильно организовать свою жизнь. Если человек говорит, у меня пьяница близко, человек наркоман, у меня преступник, сын, то это все одна и та же тема, да? Тема вот такая. Это не значит, что тебе не повезло. Это значит, что у тебя неправильно организована жизнь. Вот допустим, если человек мне жаловался, что к нему не входит в дом друзья, я прихожу в дом, чтобы понять, почему не приходит в дом друзья, и в доме стоит воняя. Воняя. Творение не закрывают, или нарушена канализация там. Вонь стоит в доме. Есть причина, почему у них друзья не входит в дом. Потому что воняя. Убираем вонь, приходят друзья. Простая схема. Точно так же, когда у человека пьяница в доме живет, это значит, что у него в доме неправильно организована жизнь. У него не хватает чистоты духовной в доме, чтобы вышибить оттуда духа, выгнать духа. Знаете, из дома не хватает чистоты духовной в доме. Кто вот так поступив, избавил, близкого человека отвязан? Нет, без таких духов. Что-то странно, как-то. По моей статистики... А-а-а! Ах, слышу. По моей статистики, 40% мужского населения страдают янцами. Наши страны. У вас прям есть горько, без этого. Как соседям на площадке помочь? Не надо помогать соседям на площадке. Организуйте свою жизнь правильно. Мы тоже легче станем. Мы не можем всем помочь. Всем помочь невозможно. Надо самим себе сначала помочь. Смотрите, рекомендации такие. Как происходит помощь? Человек сначала должен принять. Будет смотреть стадию за по себе. Стадия помощи кому-то себе. Кому-то сначала принять. Потом в молитве убрать из сердца проблемы. То есть почувствовать, что ты в душе это принимаешь, способен своим жить. Потом когда ты себе уже принял в сердце свою проблему, дальше она решаться на стороне начинает. Сначала надо простить человека, который пьет. Сначала надо принять судьбу. Чтобы простить, нужно сначала принять. Принял, сказал, да, это для меня. Я тоже была пьяница в прошлой жизни. Сейчас заслужила. Все. Я принимаю. Но невозможно просто принять. Нужна молитва. То есть духовной силы когда хватает, принять дальше. И когда принял уже следующий этап такой, ты начинаешь прощая. Прощение это следующий уровень уже твоей чисто, твоей силы. А в чем сила человеческая? Контакт и состязанность. Чем больше более близкие отношения со своим человеком, тем легче жить. Чем больше счастья внутри, тем легче принимать. Знаете, нужная энергия счастья нейтрализует энергии страдания. Чем больше приотношений со связанностью строишь, тем легче принимать. сначала приняла, а потом простила. Когда простила, это значит, что скоро уже начинается влияние теперь на него. Если внутри тебя всего решено уже, теперь внутри него будет решаться. Теперь ты ему уже можешь помочь, себе тут же помогла. Теперь ему начинаешь помогать. И на него уже начинать снять. Там тоже есть определенные стадии. Сначала он пьет столько, сколько пил, но начинает раскаиваться в этом. Потом дальше он начинает изучать, как правильно жить. И потом начинается снижение подпределения стихонного поступления. И через какое-то время он забывает, что он пьет. Он начинает потом, он не бросает пить сразу, а начинает заниматься чем-то важным в жизни. У него меняется отношение к жизни. Он начинает что-то делать хорошее. и потом бросает. Но если он полностью не бросает пить, значит, он не понимает, что надо бросать полностью. Причина в женщине. Если женщина не понимает, что нельзя вообще, чтобы спиртное было в доме, она не понимает этого, то значит, она дух опускает в свой дом, дает возможность. А духу, если его запустить, он дальше уже сам знает, что ему надо делать. Поэтому выход только один. Спиртного не должно быть в доме. Такой должен быть закон в жизни. Некоторые смотрят на меня с глазами сомнения. Тут будут праздники с Жаней Геннадьевича. Мы как-то должны вмечать все. Гости придут, как с ними себя вести. Надо же напоить гармошки, когда играть, опять вместе. Ведь это культура. Культура. Надо развивать свою другую культуру. Культуру отношений. В моей среде никто не пьет. Если кто-то выпивает, то он быстро меняет свои отношения. Потому что он чувствует, что это неправильно. Это никак не пьет. Я сам нахожусь под влиянием очень сильной личности, от которой просто рядом с которой находясь, сразу все бросают в пик. Это Владимир Георгиевич Данов. Это главный борец против пьянства в нашей стране. Он победил уже многих пьяниц один из целой алкогольной мафии сражается. Он в Госдуме сейчас уже сильная личность очень. Просто лекцию читает, люди бросают сразу, видя глядя на него. То есть вся сила она человеку, она принадлежит Богу, идет через людей. Просто правильное наше просто возьмите лекции Жданова, начните слушать сами. Муж просит пик. Вот такая сила от него исходит, что вы начинаете слушать он бросает. Или поставки лекции у себя на телевизоре поставленной компетенте. Я хочу об этом слушать. У меня же несправа нет. Муж будет ходить кедрик. В Госдуме какой это правительство? Как? В Госдуме какой это правительство? Я не знаю. В интернете Жданов на деле все узнаем. У нас нет дружеских отношений, не отношений политических дружеских. У вас есть друг, вы уже не спрашиваете там фракции просто обнимаем привет не надо воевать. Ребенок, когда сильно плачет, что вы будете делать, первое, что вы скажете? Ребенок успокоится, когда ребенок успокаивается, дальше что нужно делать? Из-за того, что ему больно, больно ему, да? Но я уже понял, что больно, больно. И он не знает, что происходит, он обхакался, допустим, и не знает, что происходит, в этом плачет. И он даже не знает, почему он плачет, не понял, что произошло, но что-то произошло, да? Надо сначала объяснить, что произошло. Есть карма в разной степени тяжести, бывает очень тяжелая карма. У вас сейчас тяжелая карма есть на вас. Даже в этой ситуации человек должен сохранить себя. Нужно просто вот эту духовную жизнь начать. Магинет, вот там, и все прочее. Вы же не знаете, о чем я сейчас говорю. Так? Ну да, вот об этом и речь, что вы этим не занимаетесь, не знаете, что это за сила такая. Когда человек начинает внутреннюю жизнь вести, то ситуация решается. Вот смотрите, допустим, родители не могут ничего изменить. Но если вы начинаете молитву, то муж решает жить от времени. Такое тоже может произойти. И даются возможности жить от времени. Зарплата там. То есть все решается с помощью вот этой духовной силы человека. Но то, что я сейчас сказал, это является такой, ну, такой очень сыркой теорией для многих людей. Многие люди думают, Олег Геннадьевич, ну вы что-то совсем фантазер уже. Вот. Но я не фантазер. Я серьезный человек и хочу вам серьезно помочь. У меня есть опыт. Ну, я не буду сейчас все рассказывать, что будет одна жизнь. Было много чего интереснее. И у меня есть реальные факты, как была помощь. Была помощь оказана. Те факты, которые неоспоримы. Я много раз их приводил. Как-то, я когда начинал вот изучать, что это была молитва, то это было давно, уже где-то 20 назад. У меня сестра, отец и мать поехали к родственникам на Урал. И в какой-то момент я почувствовал, что они сейчас погибнут в всех районах. Авария эта должна произойти. Я в этот момент очень сильно сосредоточился на молитве. Начал буквально 20-30 дней молиться. Потом они приезжают. И потом раз, облегчение. Они приезжают, потом говорят, мы едем по дороге. Навстречу КамАЗ. Старейчик говорит, мои полосы вылетел. Водитель заснул, видно, что-то с ним произошло. Вот. Мы курьер, он тоже курьер. Мы дальше курьер, он дальше курьер. И говорит, вот что там разъехались, буквально рядом очень сильно. И они полетели в Аврак. Встали на все четыре колеса. Никуда не переворачивались. И выехали. За Авраком был выезд. И выехали. Поехали так. Никита поврежден. Все нормально. Значит был выбор, да. Или, да, бывает, что нет выбора. Бывает, что есть. Но выбор в чем заключается? Что судьба, она всегда как действует. Она идет вот так вот. Сдал экзамен, одна дорога. Экзамен, экзамен, вторая дорога. Не сдал, значит будешь сдавать тяжелее. У меня была одна знакомая, врач, утром на утро. И подаватель. Она мне очень сильно плакала и жаловалась. Она говорит, ну знаете, я во сне увидела, что мама ко мне пришла, во сне говорит, дочка, я умираю, сделай что-нибудь. А я думаю, ну мало ли чего присниться. Перевернулась, дальше сплю. Потом проснулась, мама умерла. Ну то есть, она просто не знала, что такое молитва. У нее не было опыта. Она не знала, как это делать. Следующий случай из моей жизни произошел 3 года назад. У нее есть родственница, которая болеет. Учительные заболевания. Я как бы ее учу. Сейчас она уже у меня нет. Но тогда были близкие. И рано утром я что-то решил позвонить. То есть, ее позвонил. Взяла дочка в руку и я говорю, ну как мама чувствуется? Она говорит, мама с ней еще очень рано. Что рано? Я говорю, ну ты сходи, посмотри. Она в ее комнату пошла, говорит, а комната не открывается. У дочки там лет 15 лет. Я говорю, ну хорошо, а ты дверь-то толкай. А, я спросил, что вы забираете комнату, что ли? У вас замки на комнату? Она говорит, нет, замков нет. Я говорю, ну толкай, дверь-то толкай. Она дверь вытолкала. Дверь была заблокирована креслом. И мама стоит на карнизе на шестом этаже. На карнизе, понимаешь, что такое карнизе? Да с другой стороны. И с этой стороны, а с другой. Карнизы железные, небольшие. Она стоит на этом карнизе вот так вот. И руками держась. Она ничего не соотражает. Безумие состояние. Состояние безумие. И девочка заплакала. Я говорю, я не знаю, что ее делать. Я говорю, ты ничего первым не делай, не двигайся. Не двигайся, ничего не делай. Я буду делать. Я начал молиться. Я увидел эту женщину. Я увидел, как дух ее тянет вниз. Она заставляет ее сбросить. Я настроился на святого человека. И сила святости начала держать ее в камне. Я чувствую, что скоро я почувствовал победу. Уже в самом начале молитвы. Я чувствую, что я смогу победить. И началось вот это сражение. Молитвы. И через 20 минут, 20 минут была молитва. Через 20 минут у меня на сердце наступило облегчение сильно. Чувство облегчения. Я перестал молиться. Позвонил девочке. И она говорит, вот прямо сейчас незаметно подъехала машина. Соседи вызвали бригаду МЧС. Поднялась лесенка. И человек по лесенке поднялся. Ее схватил на лесенке. И сняли ее так. Спустили на эту лесенку. Лесенка начала спускаться. И так они оказались снизу. Так она была спасена. Она осталась живой. Теперь у меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь видели, что человек на карнизе 20 минут стоял? Шестиэтажный. Там же скользко. Но безумие не в себя. И не раздается. Понимаете? Непонятно, как держалась там вообще. У меня таких достаточно много примеров, указывающих на то, что молитва побеждает. Я не буду сейчас рассказывать какие-то события в своей жизни. Которые, может быть, вам не обязательно знать. В интернет появится много сообщений. Но так или иначе много было всяких событий, которые пытались менять в тюрьму, посадить. Я же известный человек. Как будто я не радуюсь. И всяких событий. И всегда нас молитва побеждала. То есть я вам не рассказываю сказку, понимаете? Я рассказываю то, что я имею опыт. И я имею опыт не только в своей судьбе, а также в судьбах многих людей, которые связаны со мной. Это тоже помогало не только мне, а также многим другим. Спасибо. Спасибо.